Охуенно, Элайч, ты крутишься. Понимаешь? Это неадекватно было. Я так киваю. Привет, моя радость. В одном из прошлых роликов я сказал, где мы смотрели, как играет один из супер-тупер игроков. Это была девушка. Что, если вы хотите посмотреть на проигроков в матчмейкинге, что они будут там вытворять, то лайки. Поставьте лайков, было много. Демка есть, демку скинули. Нашлась такая. Это проигрок Элайч. Вы все его прекрасно знаете, все прекрасно слышали этот ник. И давайте посмотрим, что же он покажет нам на Дасте 2. Я не выбирал эту карту. Само так вышло. Приятного просмотра. Мы сделали все, чтобы ты перестал играть с плохими скинами. Открывай топовые кейсы. Собирай крутые скины. Улучшай в уникальной системе апгрейда. Полтора миллиона геймеров уже прокачивают инвентарь вместе с нами. Начни ты. Шаст кейс. Крутые скины, доступны каждому. Перейдя по ссылке в описании, получаешь скидку на кейсы. Ладно, Элайч. Давайте сразу покажем, что это действительно Элайч. Вот как бы четверть финалист Котовицы. Лондон фейсит. Все, короче, это наш профессионал. Поэтому. А, ясно, Элайч в крюсу обходит и всех убивает. Ладно. Это Даст 2. Даст 2 давно не было. Проигрок в матчмейкинге. Здесь глобалы супримы. Посмотрим, как он будет вести себя. Как он будет им противостоять. Поехали. Смотрим первый раунд. На живых, к сожалению, здесь нет. Однако я уверен, что это не проблема. Там к нему уже обращаются. Но все в шоке. Честно, не помню, кто выиграет. Но, думаю, из-за этого матч будет только интереснее. Лонг. Ребята за контртеррористов отдают. Просто играют на дальних дистанциях. В принципе, со своими юз-спами все правильно делают. Однако, если против тебя выходят такой толпой, то здесь будет сложно что-либо противопоставить. Еще один-два пункте. Все. С ним разобрали. Ситуация 3 в 3. Одного видят на КТ. Ну, блин. Честно. Я понимаю, что Элайч Мега уверенный в себе чувак. Однако, ну, сам бы я не рисковал. Я понимаю, что с юз-спа намного легче вынести на такой дистанции, чем с Глока. Ну, посмотрите-ка. Он, как бы, в себе уверен. Позиционка, кстати, очень классная. Потому что сейчас навелся на шорт, перемещался. И прицел будто бы примагнитился к той точке, из которой должен выходить противник. Мне нравится. Есть нож. Походу, этот нож вообще без скина. Да такие, на самом деле, существуют. Но, лично я бы такой не покупал. Хотя, это намного лучше, чем африканская сетка. Так, про одного информация в Меду имеется. Просто, да, последнего пытался его нашивать. Смотрите. Смотрите. А, я думал, что Темку никто не контролил. Однако, там есть... Ничего себе, Пукерфейс как развалил. Жестко. Я думал, что Темку никто не контролил. Однако, там был тиммейт. Поэтому Элайч что-то не смотрел. Это что, Гуччи? Смотрите, полного развала здесь, кстати, нет. Пацаны взяли эко-раунд против противников, у которых есть проигрок. Молодцы. Блин, как бы я хотел попасться против настоящего проигрока. Желательно, конечно, не на стриме. Потому что на стриме играть очень сложно. Отдаваться полностью игре. Потому что, ну, обращать внимание на чат, на все остальное. Просто некоторые люди спрашивают, что же на стримах не все так гладко. На самом деле, нюансов намного больше. Так, минус. Жестко. Справился. Даже калаш не стал подбирать. Блядь. Даже калаш не стал подбирать для того, чтобы вынести пацана, про которого была информация. Так. Неувязочка. Минус. Спокойно. Понимал, что тип миду в него не попадает. Поэтому справился сначала с более опасным противником. И, как бы, без проблем. Три кила в этом раунде. На записи 100% нужно всегда выключать телефон. Режим в самолете. Иначе я не знаю вообще, как на это реагировать. Так. В этот раз 4 вообще находятся под аплутом. Я слышал, как пацаны отбросили смок в миду. Поэтому с этим проблем не будет. Скорее всего, лайч выходит на таком характере. Потому что прочитал экономику противников. И знал, что здесь ничего сверхопасного быть не должно. К тому же, ему сверху набрасывали флешку. Спокойно убил двоих. Походу, настраивает читы. Все ясно. Матчмейкинг зашел. Подрубил свое говно. Ладно, шутка. А то вдруг кто-то... Пацаны, прикиньте, кто-то вдруг серьезно, да? Отреагирует на такие слова. И будет говорить, что я даун, который обвиняет проигроков читер. Все это же пиздец. Но, тем не менее, даже в матчмейкинге, смотрите, они контролят все. То есть, без баловства. Играет так, как играли бы, наверное, в настоящем жестком матче. Такие флешки отбрасывают. Ничего себе. Именно такой техникой отбрасывания гранат я еще не пользовался. Потому что флешки можно вообще по-всякому видать. Я люблю их. Хты замечают. Лично я здесь никого не видел, а ты видел. Ну да, здесь опять-таки экономики нет у пацанов. Поэтому проблем ребята не составили. Троих увидел? Я не знаю. Вот это уже, походу, было, знаете, такое. Там я настрате. Мы сейчас всех и так обоссым. Но пацаны не сдаются. Глобалы тоже могут, в принципе, обыграть проигрока. Видите? Один раз убили. Можно убить 16 раз. Можно убить Рицарс. Все. Катка выиграна. Никто в этой игре не бессмертен. Вот здесь я была уже обрадовалась, что Эллач пошел по риске на Б. Но нет. Ага. Его ослепили, сразу стреляет. Ну, в принципе, знал, что прицел поставлен идеально правильно. Поэтому, скорее всего, он бы еще эту перестрелку и выиграл. Так. Так, интересно, зачем этот фаер отбрасывается? Просто, чтобы прогнать типа, который он здесь находится? Ну, не знаю. Можно развести на выстрел, он сразу спрыгнет, в принципе, в КТ. Он взял, потратил на это Молотов. Может быть, здесь есть какие-то другие нюансы? Странно. Ладно, бывает. Выходит в миду. В мид-контроле этаж двое. Это по-сторону Б-пунта, двери и пристройка. Слышит? Так. Еще один будет. Ожидал. Ожидал второго, но третьего, конечно, это уже был шок для Элайджа. Здорово. Снова отбросил фаер на шорт и потушил его смоком. Что? Почему? 4-4 на табло у нас. Как бы, пацаны показывают, что они могут что-то сделать. Спокойно. Давайте уже нормальная игра. Обрасывает флешечки на лонг типам. Лонг жестко принимает. Фрики. Фрики не сдается. Посмотрите. Отходит. Держит позиции. Еще один. Будет. Фрики до сих пор еще жив. Забрал двоих. Посмотрите. Сделал ситуацию 3-3. При том, что на него выходила вся команда. Тиммейт, правда, ему не помог. Но, тем не менее, жестко. Так. Берет авик. Отлично. Игру с АВП я люблю. Так. Включил зум и подпрыгнул. Попал. Серьезно? Так. Ну, ладно. Справились. 2-2. Должен понимать, что остальные. Остальные. Игроки противоположной команды находятся где-то рядом. И они не могут находиться далеко. Потому что. Ага. Вот так вот. Потому что слишком много времени потратили на то, чтобы выбить Аплэнд. Ну, раунд забрали. Че, в принципе. Мне нравится, что игра здесь довольно равная. Но при том, что она равная. Элайч играет довольно раскрепощенно. Это сразу видно. И на самом деле это именно то, на что я хотел посмотреть. Полный развал тоже был как-то не особо интересно. Ага. Здорово. Красиво отлетел. Де. Терминатор. Ух ты. Ну, сегодня у нас, походу, оптика решает, что где там у нас. Кто там? Фрики с оптикой хорошо стреляют. Скал тоже работает. Отличная граната. Так, правильно. Разводит на выстрел. Элайч сразу... Элайч это понимает. Он мгновенно. Вот в чем заключается командная работа. А кто-то пикнул. Развел на выстрел пацана. Проверил, если на КТ. Элайч мгновенно выходит пикать с лариком. И вот это вот такая маленькая командная взаимодействие. Вы думаете, они об этом договаривались? Нарабатывали? Нет, это просто понимание игры. Поэтому вы чувствуете такие моменты. Они очень решают. Вы будете отличным игроком. Хоть соло, хоть не соло. Проберешь куда угодно. Так, пацаны, резко бери запрос, где играет Элайч. Назнание про сцены. Быстро. Так. Ну вот это я понимаю. Это вот уже интересный такой раскид. Одна флешка, сразу же летит вторая. Которая... И обе взрываются у него в спине. Тогда я понимаю, почему были отбросаны. Вернее, не то, что отброшены. Да, потрачены две гранаты. Очень важно учитывать, что они тратятся у вас. И если они тратятся безрезультатно, то вот это вот уже... Это уже странно. Репорт фор Элайч. Поэтому, пацаны, даже если вы не делаете фрагов, вот не везет вам в катке, блядь. Отбрасывайте правильные гранаты, которые помогут вашей команде. Без вашей флешки, смока, игру можно вообще в принципе не выиграть. Пусть дауны... Вот, Элайч снова кивает. Пусть дауны там куесосит, обзывает, типа, а фрагов нет. Зато вы знаете, что как бы профит команде вы приносите. В любом случае. Что это, блядь, такое? О, вот это вот интересный файл. Отбрасывается сразу сюда в угол, да, и как бы парит противника. Надо запомнить. Пытайте, посмотрите, это намного безопаснее, чем просто выходить его и чекать. Действительно полезный файл. Правильно делает, что чекает КТ-спаун. Ну, вот здесь уже, да, его смотреть бесполезно. Вот видите, как бы, это все сводится к пониманию. Элементарному пониманию. Элементарному, да, здесь ничего сложного. Поэтому, смотри, если играете на 2-х звездах и на такие моменты внимания вы не обращаете легко, то у вас есть еще к чему стремиться. Это все умение играть. Чаще всего играет один и просто подстраивается под своих тиммейтов, которые находятся у него сейчас в команде. Ой-ой-ой, блин, 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 немного заснул, походу. Не ожидал, что будет такой обеспеченный выход в миду. Вроде перепрыгнул, но сразу же идет его пикать. Не знаю, здесь, мне кажется, не было преимущества. А можно карту очистить? Спасибо, видите, как удобно. Конфиг в описании. Дождался, прикиньте, до последнего ждал. Так, все, инфа есть. В смысле он не попадает? Это матчмейк, ну это матчмейк, ну ясно все. Ну, так, так, инфа есть. Друг у друга, по друг другу. Так, кто победит? Ну, элайс уже тут как тут, антед, как говорится. Так, видим, что лолт никто поджимать не будет, однако лолт никто не смотрит, поэтому он старается контролировать и контролировать как можно больше участок карты. Я, как говоря... Ой-ой-ой, уходи, уходи, уходи. Говоря он, я имею в виду, что контролирует все команды. Его тиммейты находятся в одной части карты. Он в то же время смотрит другую. Это значит, что у него есть информация по всему отрезку, на котором находятся его тиммейты. Это важно, благодаря радару. А, ну вот это ЧСВ, вот это вот уже ЧСВ. Че ты по своим стреляешь? Ты не уважаешь? Так, в первом же раунде на пистолетке Элайджа бустит шорт. И это будет неожиданностью для таких пацанов из матчмейкинга, я уверен. Ну, ну, минус сделать не удалось. Ничего себе! Так, Элайдж сразу, сразу проверяет темку, потому что там находится противник, но противник почему-то затопил. Было бы очень эффективно. Это прошла информация давным-давно. Портивник мог спокойно залезть на ящик в нижней тэшке и помочь забрать. Но этого не сделали. Фрики завершает начатое. Жестко. Так, понимаешь, что уже могли против тэшку. Настреливает. Почему-то начала как-то подлагивать. Это демка в матчмейкинге такая охеренная или что? И почему сейчас Элайдж не реагирует на топ-миддл? Я понимаю, что в миду находился его тиммейт, но он находился не в той позиции, не в той позиции, с которой мог бы прикрыть Элайджа. Может, об этой игре он знает немного больше. Согласитесь. Так, должен слышать, что уже вырвались на лонг. Не знаю, сейчас Дюх был каким-то потерян. Но тут миду, несмотря на то, что не первый раз Элайдж играет именно на шарте. Элайдж все сделал очень правильно. Сразу отрезал от себя тёмку фаером и спокойно, в полной безопасности, пикал топ-миддл. Потому что слышал, что много террористов находятся именно возле коробки. Да, агрессия не удалась. Смотрите, пацаны сравняли счет против сильного противника. Они знают, что он очень силен. По сравнению с ними. Все-таки просто сцена, да, это не просто так. Занял неудобную позицию для терров. И редко кто ожидает такой наглости. Наглость, потому что у Элайдж здесь нет никакого укрытия. Но, тем не менее, она непредсказуемая. Кто будет выходить и смотреть прям здесь типа, ну это жёстко. Надо, поэтому я понимаю, что как бы надо только под флешечки врываться на шорт теперь. Ну его нахер. Просто тупо не будешь ожидать, что именно здесь засядет мышь под названием Эллидж. Не мыша, а контртеррорист. Сразу двоих бустят на шорт. Вот это вот ничего себе будет жёсткий поджим. Но на шорт никто не идёт. Слышно, должны слышать, понимать, что на лонг могут выходить снова, снова. А, да смотри, Дюк вообще насрать. Он со Скаута или Савика стреляет. Один проходит на шорт, но вот куда-то Дюк попёрся. Ты что, вонишь, ты же видел там, типа, зачем это было делать. Но зато он собрал информацию о том, что на шорте находилось как минимум двое. Он слышал выстрел из Калаша, потом ещё Алик его забрал. Какая жёсткая флешка. Ещё, скорее всего, видел, что прошёл смог один. На него просто полностью забил хер. Полностью забил на него хер и начал убивать слепых. Почему? Потому что, если тип прошёл, и его никто не убил, значит тип подумает, что про него нет информации. И Калач бы потом спокойно развернулся и стал его врасплох. Да, всё, вообще... Такие, я не знаю, это микро-моменты, микро-решения, которые вот ты понимаешь, почему, да? Они отличают проигроков от таких, знаете, любителей Counter-Strike, аматоров. Жёстко. Вот это вот Back to Global. Вот это АИМ! Это был АИМ! Скажет недалёкий человек из комментариев. На самом деле, просто банальное отображение информации в демке из матчмейкинга. Да, она не идеальна. Просто, пацаны, надо это повторять. Таких людей, много. Но тех, которые этого ещё не знают, тоже, в принципе, достаточно. Почему бы им это не объяснить? Теспаун чекали. Он чекал выход с Б, потому что мог прийти оттуда и оттуда. Тёмка тоже смотрели. А сейчас лучше, как бы, не рыпаться. Знаете почему? Потому что АВП у Покерфейса. Куда? АЛАЙС с Калашом. Так. Суицид. Здорово. Всё. Мне повезло. НТ. Так, Хопин. Отлично. Минус, ещё минус. Ну, Дюк, видимо, ничему не учится. Сколько ЭЛАЙЧ уже раз убил его с шарта? Я не знаю. Бывает. На самом деле, немного бесит, когда жёстко играет на шарте. Ну, довольно открытая позиция. И такая агрессия выводит из равновесия. Поэтому играйте. Это может сбить противника в столку. Минус 2. Красиво. Я надеюсь, вы уже поняли, как надо играть на шарте. Просто отбросили фаер в тёмку, да? По первой респе. Пока он горит, у вас есть время поагрессивничать здесь, чтобы вас не убили в висок. Вот. Первый раз. Первый. Вот, смотрите. Тоже. Это тоже одна из особенностей игры на этой точке. Просто варьирует свою игру. Поджал один раз. Первый раз он поджал. Пить, правда, не удалось, но это был противник совершенно этого не ожидал. Непредсказуемая игра всегда будет решать. Так. Минус. Ещё один. Ну, здесь без шансов. Просто минус 2. Красавица. Красавелла. Затеров, согласен, сложно сохранять инициативу, когда пресекают каждый твой выход и вернуть это всё. Нереально практически. Поэтому, да, не сдавайтесь. Это настроим сукодухом не падать. Я лач попал со всего пиздец. Ничего себе. Я забросил дальнюю флешку и даже отворачиваться от неё не стал. Так. Минус. Сразу агрессия. Знаешь, что есть поддержка. Тиммейт рядом. Правильно. Красавцы. Вот здесь КТшники проявляют агрессию, а не террористы. И если так происходит в катке, значит всё. Значит терры полностью закрыты. Давайте себя закрыть. Так. Ну. Хотя бы понимали, что да, будет поджим коробки. Жёстко. Два раза сравнивали счёт, догоняли команду Элайджа. Достойная игра. Элайдж тоже красавец. Я много нюансов на этой карте узнал. Короче, пацаны, если реально вдуматься в предоставленную информацию, то можно сделать реально много хороших выводов о том, как играть на Dusty 2 за защиту, агрессия и всё в этом духе. Элайдж показал бесстрашную игру. Немного фановую, но в то же время он отыгрывал серьёзный вид. Было даже по позиционированию прицела видно, что как бы готов убивать. Поэтому делайте полезные выводы из каждого ролика. Я стараюсь делать какой-то развлекательный контент тоже, но обучение к Counter-Strike никуда не денутся. Все хотят быть лучшими. Поэтому подписывайся на канал. Если было интересно, это лайк, это не подписка. Лайк там. Подписка тоже там. А с вами был GetLight. До скорых встреч. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok